Приветствую вас на канале RedCat, сегодня будет необычное прохождение DORS. Я буду проходить от третьего лица, а не от первого, как мы привыкли играть в DORS, но будут небольшие проблемы с управлением. Ну что ж, ребята, если вы готовы, погнали. Покупаю витаминки, покупаю отмычку на всякий случай и поехали. Итак, ребята, Magic. Я хожу от третьего лица в игре, но у меня почему-то нету головы. Не знаю, как это связано, но да ладно, попробуем в таком, скажем так, виде пройти игру. Также, ребята, у меня немножко управление тоже подглючивает, как-то странно. Я не могу то вправо, то влево пойти, ну точнее могу, но не могу развернуть себя, то есть я буду ходить вот так вот, боком в некоторые двери. Если зайти в шкаф, то шкаф тебя может немножко изменить тебе направление, поэтому будет такой себе лайфхак. В целом это довольно-таки забавно. Ой, смотрите, у меня даже глаза появились, видите? Вон у меня есть фейс. Я, ребят, невидимка, но у меня есть лицо. Это очень забавно. Ну что, как вам, ребята, такая идея? Давайте попробуем узнать, насколько далеко я пройду. Единственное, что я думаю, что если я играю не от первого лица, то я не смогу посмотреть на скритча, поэтому уже предполагаю, что скритч будет самой большой моей проблемой. Так, хорошо, идем дальше. Уже восьмая дверь, неплохо. Так, может даже раша переживу. Так, девятая. Так, 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 давайте в шкафчик. Давайте в дальний. Все, я спрятался. Он убежал. Ну, отлично. Видите, ребят, я вышел из шкафа, и теперь у меня уже, я поменял направление движения. То есть шкаф, он может тебя как-то изменить. Ну, как бы, ты когда выходишь, ты напротив шкафа становишься. Поэтому если вы хотите повернуть свое тело в каком-то направлении... Так, скритч только... Блин, все, сейчас меня покусает скритч, и я умру. Я, ребят, взял три витаминки, надеюсь, что мне это поможет. Так, 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 ребята, я запутался. Все, вон скритч сверху, сверху, видите? Смотрите, смотри, на меня. Вон, 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 вон. Прикольно смотреть, да? Ха-ха-ха. А-а-а! Так, я пью сразу витаминку, ребята. Но скритч из-за того, что как бы анимация, что я должен на него вверх смотреть. Теперь мне подняли камеру, и мне неудобно. Мне нужно срочно найти шкаф или кровать. Кровать, кровать. Давайте попробуем залезть в нее. Видите, у меня, я не могу камеру поворачивать направо и налево, то есть, и из-за этого я не вижу кнопочки залезть под кровать. Блин. Черт побери, что же делать? Как же быть? Так, мне надо шкаф. Мне нужен срочно шкаф, чтобы вернуть меня в нормальное положение. Шкаф. А, вот шкаф, слава богу. Все, ребят, кстати, я могу смотреть на себя в шкафу. Еще один лайфхак. Еще одна неожиданность. Так, ну что, ребят, теперь осталось найти ключик. Давайте поищем. У меня есть отмычки, но я их приберегаю для темной комнатки, потому что в темной комнатке находиться быстро нужно будет и уматывать оттуда. Потому что скритч меня может убить. Я не могу на него смотреть, соответственно, он самый для меня сложный враг получается. Вот так вот прикольно я завожу под кровать, если что. Вот так вот вылажу. В честь Хэллоуина, ребята, я буду без головы. Такая себе пасхалочка. Так, ребят, ну, кстати, очень тяжело еще нижние обыскивать ящики. А что ж такое? Так, короче, ребят, чувствую, это будет долго обыскать абсолютно все ящики. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Поэтому я немножко перемотал. Сейчас уже, вот, наконец-то я нашел ключики. Спасибо всем, кто поставил лайк под этим видео. Я думаю, что это довольно-таки забавно выглядит и довольно-таки, кстати, забавно играть. Поэтому, если вы не пробовали, попробуйте это сделать. Чуть позже я покажу, как именно это сделать. Это несложно. И спасибо Дарьеву Мастеру за то, что он подсказал этот баг. Ну, не баг, секретик. С помощью которого мы сейчас и проходим игру. Так, хорошо. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Туды, сюда. Так, куда? Вот сюда. И давайте вот сюда. Все. Ой, чего? Не сработало? Все, сработало. Музыка заиграла. Погнали. Так, пятнадцатая дверь, ребята. Неплохо. Интересно, до какой я смогу максимум дойти. Мне почему-то кажется, что могут быть проблемы с сиком. Так, шестнадцатая. Может, я себя, конечно, настраиваю зря. Интересно, с Хальтом, как еще проходить. И библиотеку довольно-таки. Ну, библиотеку, в принципе, я не думаю, что сложно будет. Но посмотрим. Короче, ребят, попробую максимум дойти. Ой-ой-ой, в темноте. У меня же зажигалки нету. Сейчас, Крич, меня сожрет. Так, куда идти? Сюда? О, подождите. Может, сюда? Угу. Так, теперь налево или направо бы понять. А, Крич, не приходи. Так, значит, напротив дверь. Ой, как это сложно. Все, еще одна темная. Вы издеваетесь. О, все-все-все, уже пскает. Сейчас меня будут убивать. Ух ты, повезло, фартануло. Так, где Крич? Нету? А что, я, в принципе, смотрюсь, я на него глянуть не смогу. О-о-оу. Не-не-не, давайте я лучше, пожалуй, в этот шкафчик и залезу. Смотрите, какой я сижу. Я без головы шкафу стою точно. Так, ладно. Э, куда голову дел? Верни голову. Так, теперь надо быстро отсюда выбираться. Так, если тут надо будет открыть, я отмычку уже взял. Нет. Тут дверь так открыта. Отлично. Погнали. Очень вовремя я открыл дверь. Так, обыскиваем кабинет. Тут тоже много ящиков, но тяжело на них нажимать. Есть. Я подобрал зажигалочку, ребята. Теперь мне будет проще. Так, что такое? Ну, как развернуться? Видите, я не могу просто взять и развернуться, посмотреть на ящик, чтобы его открывать. Я могу только под тем углом, под тем ракурсом, под которым я, ну, как бы, под которым мне дает эта камера сделать. Короче, я думаю, что это бесполезно пытаться обыскать те нижние ящики, поэтому я пойду. Мне, по сути, нужен только пластырь, либо же витаминка. Так, наконец-то у меня есть зажигалочка, я теперь могу не бояться скритча. Аааа, скритч! Да, убивай уже, убивай. Могу я на тебя повернуться. Капец. Не, ну, кстати, ребята, это очень круто, когда ты видишь сразу скритча, который за тобой. Думаю, что, да, если бы можно было третьего лица, то тогда скритчу вообще было бы нереально нас как-то напугать, укусить, потому что мы бы сразу видели, что он появился. Ну, и, собственно, быстро бы его находили. Поэтому, наверное, хорошо, что мы не можем в игре нормально поменять камеру. Ну, почти не можем, как вы видите, я поменял. Думаю, что вы уже догадались, что это настройки камеры. И если я умру, а я уверен, что я умру, я вам покажу, что именно нужно сделать. Так, сейчас давайте в шкафчик залезем, чтобы нормальное себе положение вернуть. Вот, видите, теперь у меня уже нет этого наклона камеры, я могу нормально ходить. Аааа, морцает! Так, давайте вниз спустимся. Вот здесь вот спрячемся от него. Лез, так, ползем, ползем. Так, что-то у меня тут не получается. А что такое, ё-моё, я боюсь, если я скрич прибежит, меня укусит. Так, давайте еще раз в шкаф залезу. Поменяю положение. Так, где шкаф? Да заходи уже, давай, Жеш! Все. Так, вышел, нормально. Теперь вентиляцию бы еще найти. Где эта вентиляция? Я ничего не вижу. Так, где-то здесь она была. Вот она. Все, погнали. Я ползу без головы. Так, теперь надо приблизить мышкой, открыть здесь. Ну, короче, ребята, вообще нереально сложно, но довольно-таки интересно. Поэтому, кто так не пробовал еще проходить, ребят, всем советую, попробуйте. Это довольно-таки фаново. Так, перемычечка. Идем дальше, ребята. Идем, идем, идем. Так. Окей, 30-е уже две, ребят, неплохо. У меня уже сдохла зажигалка, но сейчас будет сик, поэтому я думаю, что можно, в принципе, особо и не париться уже по этому поводу. И сейчас мы будем убегать от сика без головы и с непонятным управлением. Так, 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 открываемся. Чем нету? Пытаюсь найти пластырь или же еще одну витаминку, потому что у меня всего одна осталась, но не получается. Так, смотрите, на сика меня не переводит камера. То есть я не могу посмотреть на него. Ладно. О, смотрите, меня вернули в нормальное положение. Так, так, проходим. Проходим. Пока все неплохо. Нормальненько так. Открылась. А, ребята, ребята, тут текстурки. Я не могу обойти почему-то. Что за баг? Нет, нет, нет. Вы видели, я сика видел справа от себя. Это очень редкий кадр. Обычно он же за тобой бежит, а тут как бы мы встретились. Забавненько. Ну что, ребята, давайте я респавнюсь и покажу вам, как это сделать. Итак, смотрите. Видите, я сейчас опять от первого лица нажимаем камеру настройки. И вот здесь вот меняем на любую камеру. И мы переходим вот в такой вид опять. Опять у меня голову забирают. И сейчас я буду пытаться еще пройти в этой игре что-то. Так, где ключ? Вот ключ. Видите, я его вижу. Но я не могу посмотреть на него, потому что мышка не работает. Она вниз не опускается. Налево, направо вообще нельзя посмотреть. То есть только стрелочками я могу крутиться, вертеться. И то в том положении, в котором камера захочет. А не в том, в котором мне нужно. Ну да ладно, это такое. Так, очередная дверь. У меня уже нет отмычек. У меня уже нет витаминок. Поэтому, ребята, если меня будут кусать скрич, то я, соответственно, умру. Мне надо будет обязательно в ящике где-то найти еще витаминочки. И хилиться. Поэтому, по возможности... О, отлично. Отмышь. Отмычка, отмычка. Мне пригодится для темной комнатки. В принципе, у меня... О, черт. А зачем я отмычкой это сделал? Кто знает. А-а-а! Ребята! Как не смотреть на него? Это было, ребята, эпичная смерть, на мой взгляд. Ну, в общем, мне понравилось это прохождение. Надеюсь, вам тоже видео зашло. Если так, поставьте лайк, напишите комментарий. Возможно, мы еще попробуем пройти с Лигой Роблокс, чтобы хотя бы дойти до фигуры, до 50-й двери, а может быть и дальше. Обязательно поставьте лайк, ребята. И до новой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok